Так вот, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о нашем здоровье. К сожалению, за последние 25 лет мы не посещали медицинские заведения, мы не ходили никуда, по сути, и кушали всякую ерунду. И, по сути, что сейчас получается? По сути, есть то, что нам предлагают в магазинах, нам не нужно, а иначе, иначе, возможно, рак. Но, в отличие от старого времени, сейчас время какое? 21 век. 21 век. И на то, что раньше требовалось тысячелетие, сейчас делается в разы или в десятки раз быстрее. То есть, мы сейчас о чем говорим? О том, что люди гораздо быстрее все это дело восстанавливают, и мы понимаем результат. И, по сути, событий нам сказали, что Россия, она в ряде первых по борьбе с раковыми заболеваниями. Почему нет? По одной простой причине. Мы занимаемся, и мы предполагаем вам лечение, и не только этих заболеваний. Теперь, чем мы все будем заниматься? Кто-то говорит, что БАДы это не есть хорошо. Я скажу так. В некоторых случаях БАДы гораздо вкуснее, чем лекарства. По сути, то. Где мы БАДы эти можем купить? В смысле, не БАДы. Это есть, называется, центр ревитализации здоровья. Так вот, где это все продается? Это продается на Октябрьской, 38. Давайте так определимся. Я не против сетевиков. Мало того, я их поддерживаю. По сути, сетевиков-то много. И М-видео, и Эльдорадо, и Монетка, и это сетевики. Вот только непонятно правило. Они не рекламируются по местным каналам. Другим должно быть проще. Но почему они хотят меня к себе привлечь? По сути, наверное, думают, что я их просто так покажу. По сути, нет. Вы мне покажите ваш результат. Вы мне покажите вашу цену. А потом я подумаю, как вашу продукцию можно прорекламировать. Про пептиды я слышал. И понимаю, что это, пожалуй, последнее достижение врачей. Потому что они стимулируют многое. И сознание в том числе. Пептидный биорегулятор – это вообще жизнь. Мы состоим, в принципе, из белка все. Пептидный биорегулятор – это осколки белков, которые мы получаем с пищей. Но так как мы стареем, выработка прекращается нормальная. Мы начинаем влеть. А получая наши пептиды, пептидные биорегуляторы, начинается восстановление тканей любого органа. А теперь узнаем, из чего все это создано. Вы про сычук помните? Из него готовится сыр. Я, конечно, понимаю, но для того, чтобы накормить сыром 9 миллиардов населения Земли, сычуга, по сути, не хватает. И поэтому есть химия. Но то, из чего делают с пептидой. И просто так это не получится. Это то, что позволяет организму противопоставлять себя агрессивным внешним воздействием. А агрессии у нас сейчас очень много. Это связки аминокислот, остатки аминокислот в определенные связки. Пептидные биорегуляторы, которые представлены в нашем центре, они абсолютно тканеспецифичны нашим клеткам. То есть, если пептид, пептидный биорегулятор поджелудочной железы, то есть он тканеспецифичный именно нашим клеткам, и будет воздействовать только на поджелудочную железу. Давайте людям объясним, что это такое. Это то, что должно быть в нашем организме. Да, абсолютно верно. Это то, из чего мы с вами созданы. Так как мы люди, относящиеся к разряду, прежде всего, млекопитающих, то есть это пептидные биорегуляторы, это вытяжка из конгрессных животных, конкретно телят, до года. Поэтому они низкомолекулярная формула их, и они воздействуют исключительно на ткань, ту, которой они принадлежат. Теперь понятен результат. И почему девушки в 70 выглядят круче 20-летних? Потому что все понимают, как ухаживать за кожей в том числе. Почему такого не было раньше? Да потому что пептиды открылись в науке только в начале 20-го века. А раньше их и не было. Я вам уже как-то говорил. То, на что мы раньше тратили тысячу лет, сейчас решается за десятки. Если внутри не будет чисто, и изнутри не будет все нормально работать, то наружу... То есть мы о чем говорим? Красота не будет. Красота получается и изнутри, и снаружи, правильно? Снаружи, да. И это благодаря пептидам и биорегуляторам? Да. Конечен факт. Мы знаем, как обмануть историю. Но не полностью. Но факт продлевания жизни нам известен. Мы живем дольше. Если раньше старик в 50 лет был уникумом... Ну вы помните, да? Владимир Ленин, 55. Старичок был. Помните такое? Кто сейчас, 70-летняя дева дает стране угля. Хоть мелкого, но много. Посмотрите внимательно, как выглядят звезды Голливуда. Да, ценники другие. Но и вы можете так же жить. И в этом принцип пептидной регуляции. Я это обнаружил и на практике. В городе Магнитогорске. Все думают, что я какой-то крутой. Да я не такой крутой, как вы думаете. Кроме всего прочего, у меня такие же проблемы, как и у вас. Кроме всего прочего, после того, как я завершил ту тему, которую мне прописала медицина, я начал смотреть и постарался сделать так, чтобы эта тема не возникла. Чтобы она была где-то дальше, за моей спиной. И тогда все можно есть спокойно. То есть я не употребляю алкоголь, я не пью. Я не занимаюсь теми вещами, которые меня каким-то образом дадут прорваться. Нет, этого не будет. По сути, я, конечно, мальчик, который стал девочкой. Потому что мальчик, настоящий мальчик, он все, и с парашюта прыгает, и на мотоцикле ездит, и на квадроцикле рысачит, и на водном скутере тоже. Я это не могу сделать, извините меня. Но тем не менее, я прекрасно понимаю, где все это можно сделать. Я пришел сюда для того, чтобы взять то лекарство, которое мне даст возможность жить подольше. А это для меня сейчас очень необходимо.